Возложение цветов к мемориалу Вечный Огонь – неотъемлемая часть празднования Дня Защитника Отечества. Каждый год, 23 февраля, жители городского округа Люберцы собираются у памятника воинской славы, чтобы поклониться павшим героям. Как прошла торжественная церемония на этот раз, расскажет наш корреспондент. После 1991 года этот праздник разделен на до и после. Старшее поколение отмечает 23-е как день Советской армии и военно-морского флота. Потому что армии советской мы отдали и молодость, и жизнь. И выбрали профессию защищать Родину. А уже 29-е годовщина, как мы отмечаем День Защитника Отечества. Несмотря на то, что название праздника изменилось, его традиции остались прежними. В этот день принято поздравлять всех, кто стоит на страже Родины, и вспоминать героев, погибших при исполнении долга. Первыми цветы к подножию памятника воину-освободителю возложили глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий и председатель Совета ветеранов Юрий Орехов. За ними в сопровождении почетного караула последовали начальник Российской таможенной академии Владимир Мантусов и военный комиссар города Люберцы Александр Ковалев. Память павших защитников Отечества почтили также представители Центрального научно-исследовательского института военно-воздушных сил, ветераны, общественность и молодежь округа. День защитника Отечества – это праздник, который объединяет всех прогрессивных, мужественных людей, которые любят свою Родину и стараются сделать так, чтобы она была могучей, благосостояние было хорошее, стильная, основа, то, чтобы воспитывалось постоянно нормальное, здоровое, патриотически воспитанное молодое поколение наших ребят. С праздником еще раз, дорогие люберчане! Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ